Здесь записывают в чемпионы. По традиции осень в Иванове начинается с большого спортивного события. Фестиваль единоборств в минувшее воскресенье прошел в областном центре в третий раз и стал еще масштабней, собрав более трех с половиной тысяч зрителей. Хотели, чтобы было больше зрителей, сделать праздник для города, для Ивановска. И я хочу сказать, что на самом деле праздник состоялся у нас сегодня. У нас участвует порядка 16 федераций в этом мероприятии, в прошлом году было 15. Они все активно участвуют. У нас также, как вы заметили, разыгрываются призы, чтобы зрителям тоже было интересно. И каждая федерация дает от себя подарок зрителю. Но, конечно, главный подарок получили все зрители. Это возможность увидеть выступления спортсменов. Праздник традиционно открыл парад участников, наглядно демонстрируя, сколько талантов воспитывает ивановский спорт. Здесь в одном строю начинающие спортсмены и действующие чемпионы. Плечом к плечу представители разных федераций. Для самих участников фестиваля это возможность сплотиться, почувствовать себя частью одной большой спортивной семьи. Самое главное, что мы, когда они вместе, можем показать зрителям красоту и то искусство, которое в разных видах единоборств по-своему выглядит, каждое свое. И, конечно, когда мы все объединяем, зрители приходят и могут выбрать бокс, борьба, карате, фудо и так далее. И, соответственно, поэтому важно проводить его именно в таком формате, когда все федерации вместе собираются. Ну и, конечно, могут обменяться опытом и пообщаться. Потому что это тоже, конечно, очень важно. По регламенту у каждой федерации на показательные выступления есть равное количество времени. Задача продемонстрировать все самое зрелищное. Голосуют зрители мероприятия, выбирая стать частью команды непобедимых худоистов, присоединиться к техничным боксерам или быстрым самбистам. Как бы то ни было, первый месяц занятий для новобранцев будет бесплатным. Путь чемпиона непрост. Многое тут зависит от хорошего тренера. Таких в Ивановских федерациях много, но некоторые и сами прошли путь от первой тренировки в детстве до чемпионства и могут поделиться своим опытом. У меня история очень интересная. На самом деле я в спорт попал благодаря братьям. Братьям ходили занимаясь спортом, а я тайком за ними ходил в спортзал. Но они меня не разрешали. Ну это где-то лет шесть было у меня. В итоге вот получилось то, что получилось. Ну, конечно, никогда не думал, что все получится именно таким образом. Совету родителям отдавать спорт с трех лет, потому что с трех лет начинается развитие. Где-то уже с шести-семи лет они начинают уже что-то понимать. Но в любом случае спорт, всегда нужно отдавать спорту, потому что дети сейчас очень неразвиты. Очень неразвиты. Их нужно развивать. Начал заниматься я с десяти лет. Мотивацией было то, что мои одноклассники, которые уже были меня слабее, кто-то пошел заниматься каратэ, кто-то боксом, кто-то чем. И начали меня бить. Я решил, что надо что-то с этим делать. По моей практике, сила воли ребенка до 13 лет – это сила воли родителей. Потому что для них проще посидеть за компьютером, посмотреть какие-то фильмы, поиграть в игры. Их в зал не затащишь в таком возрасте. А потом поздно. Поэтому здесь, конечно, родители должны проявлять силу воли и приводить ребят в зал. В прошлом году фестиваль единоборств помог выбрать спортивный путь 160 ребятам. На этот раз в секции записались около 200. Сколько из них через несколько лет сами поднимутся на вершины пьедесталов и будут давать ценные советы будущим чемпионам, зависит от упорства и целеустремленности. Но первый шаг в этом направлении сделан. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.